Маккан, Роберт Маккан. Ну, это мистика, плюс ужас там туда-сюда. Это у вас такие настроения сейчас? Нет, я просто с детства люблю мистические все дела. Фильмы ужасов. Я помешан на этом. Как-то вот немножко не соответствуюсь. То есть любите вы одно, а сами вы делаете другое. Почему? Я и в песнях, у нас половина песен на мистической основе. Ну, видимо, это какие-то ранние альбомы. Да нет. Во всех альбомах песни подвину, что-нибудь с мистик связанное есть. Это четко. А сейчас последний альбом выйдет. Пусть в Новый год. То есть если над ним работать, он будет полностью мистический. Полностью. От начала до конца он будет называться «Восставший из ада». Как-то это связано с сериалом? И он будет в стиле тяжелого рэпа такого. Тяжелый рэп с мистической основой. Это необычно. Такого еще не было. У вас не было такого? В России еще такого не было. Не было еще такой группы, что пели в тяжелом рэпе с мистической основой. Юрий, скажите, пожалуйста, а как трудно было существовать в советское время? А я в него и не существовал. Группа образовалась в 87-м году, а советское время кончило в стране. Стали аэроклубы открываться. И там стали уже все беспределы творить. Все эти группы московские, ленинградские, также периферийные все. А в стиле появляются группы автоматических удовлетворителей, такие вот эти панковские все. Тоже там и матом ругались. Но вот на этом фоне и возродился сектор главы. А концерты когда-нибудь отменялись по каким-нибудь причинам, чисто таким, как сказать, идеологическим? Нет, они не отменялись, но они после концерта были какие-то там нюансы, вообще мелочи. А так у нас все проходило хорошо. А как вот ваши близкие относятся, как бы... Хотя очень много, конечно, влияет, но многие залы не берут. Осип Эргазов, значит, там такое будет сверхъестественное, там все поломают, все стремаются. Это вот было несколько раз. Но очень редко. В основном все проходит гладко. А как ваши близкие относятся к вашему такому, ну, несколько одиозному, может быть, творчеству? Нормально относятся. У них сын популярный человек на всю страну. А что он говорит своим одноклассникам или сколько ему лет, я не знаю, друзьям, например? Ну, спрашивают, а почему там папа матерится? Что он им может сказать? А да почему материться? У нас мата практически уже нет. Все альбомы идут на ура. И вы вбили в свою голову еще, зашли, и вот мат, 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 мат. Взять последний альбом, вообще мат, два слова. На весь альбом, в одной песне. И последний альбом вообще ни одного, нет, тоже в одной песне, вообще там одно слово. А в связи с чем у вас? Слушая вас, получается, если сердце включить, там прям эх, ёб, и пошло прям до с начала до конца. Ну, там есть какие-то специальности. А в связи с чем у вас этот перелом мировоззрения, что это кризис там 30 с чем-то лет, как возраст Христа, или я еще не знаю, что там? В смысле чего? Ну, бывает вот возраст там, кризис 30 лет, человек пересматривает жизнь. У вас тоже так взяли, вот вы и понимали. Я просто матерчинщину, да. Собираюсь, мне это доказано. Да. Это уже наука и доказано. А вот не совсем непонятно. С одной стороны, я слышала, что ваша группа входит в десятку самых продаваемых по числу кассет, да? А с другой стороны, у вас, я тоже читала, что не хватило денег на то, чтобы отпраздновать свой день рождения в 10 лет группе. Вот как это все? А это потому, это вязать. А с другой стороны, это вязать.